Зачем покупать китайца, когда можно купить себе проверенного, надежного японца с пробегом? Ну вот какой сюрприз вам может выкинуть автомобиль с пробегом? Сегодня мы эту тему детальнее разберем. Друзья, всем привет! Все те, кто подписан на телеграм-канал, знают, что на нашем Nissan Murano наконец-таки сломалась коробка. Наш автомобиль куплен в мае 2013 года. На сегодняшний день автомобилю пошел 2011 год. В одних руках и самое страшное в этом автомобиле вариатор. Помните? Покупая Nissan, у-у-у, вариатор, вариатор, вариатор. Ну и, собственно, небольшая горочка, он начинает в нее заезжать. И тут происходит следующее. Она вся хрустеть начинает, не разгоняется свыше примерно 30-40 километров, то есть это аварийный режим. Машина сейчас вся трясется, вибрирует. Коробочка, ребята, наконец-таки приехала. Все, финиш. О, о, я думаю, слышали, да, прям чуть больше 40 начинаешь разгоняться, прям такой звук. Казалось бы, и чему тут радоваться? Коробка сломалась, денег нужно вкладывать, ремонт. А я хожу, улыбаюсь. А я отвечу, еще 5 лет назад, когда на машине был пробег что-то около 145 тысяч километров, уже тогда были и комментарии, и поездки на сервис, что, мол, как-то странно себя ведет вариатор, вот-вот он нагнется. В этом выпуске мы сейчас с вами переместимся на сервис, выясним причину поломки, я вам о ней расскажу. Таким образом, просмотрев ролик, все те, у кого автомобиль абсолютно любой коробки, кроме механики, сможет продлить жизнь вашему автомобилю. Делов на самом деле вот. Но об этом всем ты узнаешь, когда уже пройдешь ремонт. Также в этом сюжете я попрошу одного человека, кто занимается подбором автомобилей с пробегом, прокомментировать общую ситуацию на рынке, что есть сегодня. Поэтому много интересного ждет вас впереди, тайм-коды ждут вас в описании. Я буду периодически давать комментарии, чтобы ролик был динамичным. Поехали! Знакомьтесь, друзья, Александр, человек с прямыми руками. Сань, с 2012 года, насколько я знаю, занимаешься коробками, и, как ты мне сказал, отремонтировать могу все, что угодно, хоть Lamborghini, хоть Ferrari, что угодно. У нас сегодня более приземленный вариант, Nissan Murano 2013 года, пробег 240 тысяч, и когда ты разбирал коробку, ты отмечал, что странно, как бы так рановато. Рановато, да. И самое интересное кроется у нас здесь. Вот расскажи, пожалуйста, максимально простым языком, и покажи, что с ней случилось, что сломалось, и что будем ремонтировать. Ну, первое, это то, что лента растянулась, после чего провернула конус, чашку конуса. Далее ошибка была по давлению. У нас клапан изношен очень сильно масляного насоса, редукционный. Кидравлика у нас остается под вопросом, мы ее помоем, почистим и поставим на машину. Дальше будем уже смотреть. Очень странно, что лента растянулась за 200 тысяч, потому что вариатор довольно-таки очень, этот десятый очень надежный. Почему так произошло, неизвестно, непонятно. Плюс тут еще и сегменты полопались, повылазили с нее. То есть мы обнаружили вот такие вот сегментные части в поддоне. По какой причине это произошло, непонятно. То ли это просто-напросто температурный режим где-то был нарушен, то есть перегрето, и поэтому она рассыпалась. Так в целом, ну, страшного такого ничего в ней нет. Фрикционная пара вся живая, то есть ничего нету. А вот лента и конус свернула. Конус вообще, я такой первый раз на этом вариаторе вижу, чтобы сворачивала. За всю практику я такого еще ни разу не видел. Это первое. Как бывает. Да, но это вообще, то есть, как бы там нонсенс, вообще непонятно почему это. Вот твои предположения, в связи с чем такое могло произойти, что плохо эксплуатировали автомобиль, там, я не знаю, насиловали, носились, давили в пол или что? Судя по всему, масло тут вообще один раз меняли. А вот смотри, твое предположение, масло меняли один раз. По факту масло здесь меняли раз, наверное, 10. Вот серьезно тебе говорю. Были периоды, что его начали менять примерно со 120-140 тысяч. Потом там чуть ли не раз в 15-20 тысяч сливали-заливали, сливали-заливали. Ну, по такому принципу. Слили-заливали. Значит, температурный режим, потому что масло сильно изношено, температура была превышена, и поэтому оно просто-напросто уже смазочных эффектов своих пленки никакой не давало. То есть, тут надо радиаторы смотреть, потому что, скорее всего, они забиты. Если нету допа, лучше доп поставить. Потому что мотор 3.5, как бы, и перегрев будет. Дополнительное радиатор охлаждения, правильно? То, что ставят. Да. Вот по твоей практике, вот если мы говорим конкретно про Nissan, вот про эту коробку, если можно вообще в целом про Nissan, ведь вариаторы ставят и на X-Trail, и на Qashqai. Везде. Но они везде разные, правильно? Да. Вот по опыту, сколько реально коробка вот эта вот ходит? Приезжало и 400. Вот в чем? Без замены масла вообще. Вот в чем, как вот ты считаешь вообще, какая может быть разница? Почему, смотри, вот мы допустим масло меняли, 240 тысяч, здравствуйте. Ну тут температурный режим, опять же, тут надо смотреть по температурному режиму. Если будет нарушение температуры, повышение ее, то есть ты на, то есть конкретно на характеристики ездовой ты ничего не почувствуешь, а коробка будет греться, она будет там 115-120 градусов, то есть и металл, усталость металла будет больше идти, сильнее. Зафиксировать температурный перегрев она сможет только при 150 градусах, когда она выкинет тебе уже. Но тогда уже все, машина начнет останавливаться. А так, то есть там, 120 градусов будет она, ты не почувствуешь, это ее не узнаешь. А износ будет идти, ну, увеличенный. То есть это нужно смотреть. Каждый год нужно чистить радиаторы, но этого никто не делает. Все ездят, пока она... Не встанет. Когда встает, сразу начинаешь заниматься. Тогда уже начинаешь узнавать, тогда начинаешь читать, почему, как. А так-то это можно все избежать и продлить жизнь, тем самым просто там... Какие-то, ну, замена масла и охлаждение. Все. Вот вам с первых минут выжимка ключевой и важной информации. Первое. Замена масла в коробке. Ну, казалось бы, что это за совет? Все за этим следят, все это делают, и мы это делали. Но вот второй вариант, это температурный режим. Я помню, что как раз таки пять лет назад мы делали диагностику, ездили, мерили температуру, показало, что все работает в рамках допустимого. Но это было пять лет назад. Далее, есть такое какое-то отношение, что, ну, вроде как, иномарка, может быть, ошибку какую-нибудь выкинет, что, ой, обратите внимание на работу коробки, температура не в норме, хрен. Она вылетает, эта ошибка, когда у тебя уже все развалилось. И что мне еще интересно, всегда и везде есть какой-то свой индивидуальный подход. Человек уже практически 12 лет коробки чинит, но все равно, видите, он ее разбирает и говорит, я здесь вот это впервые вижу. Постоянно, всегда что-то бывает свое. Поэтому, друзья, фиксируйте замена масла в коробке, раз. Второе, следите за температурным режимом коробки, два. Есть ли у вас подобные моторы с известными проблемами, где нужно ставить дополнительный радиатор охлаждения на коробку, три. Все. Таким образом, вы как минимум можете продлить жизнь вашей коробки. Первый совет зафиксировали. Смотри, когда случилась ситуация, и мы начали сразу, как ты говоришь, читать, изучать, посыпали следующий совет. Одни говорят, ремонтировать смысла нет. Нужно покупать контрактную коробку и ставить, ремонтировать смыслами, потому что все равно сломается, долго не проживет, как бы отремонтировал, опять будешь ремонтировать. Поставить контрактную коробку, другие начали говорить, да это хрень полная, покупаешь контрактную, код в мешке, та же самая бушка, поставишь, никаких гарантий нет, откататься. А никто, во-первых, не знает пробега, какой реальный. Да. Одно дело, если ты сам привезешь, зафиксируешь пробег, там 100 тысяч, снимешь с нее коробку, поставишь себе, да, я согласен, а так сказать пробег 50 тысяч, отмыть ее на мойке и сказать, да там вот так вот, ну это ты сам понимаешь, да, это как бы, ну такое вот. Ну вот отсюда твой совет, что в итоге делать? Контрактную искать? ну лучше ремонт, опять же, зависит все от того, что ты хочешь сделать с машиной, потому что люди бывают, там кто-то на продажу хочет сделать, на продажу, да, опять же, бюджетный вариант, это не бюджетный вариант, коробка бушная стоит 140 тысяч, и гарантию получить месяц за 140 тысяч, ну это как-то очень круто, согласен? Согласен. Ну вот, одно дело, там если коробка стоит 1020, и ты там на продажу сделала, и отдал, а когда коробка стоит за сотку, получится отдать 100 тысяч, за коробку, заснять, поставить, за масло, там ну такой расходники, там сальники, те же надо поменять, опять же, когда ты, и там выбегает сумма в 150-160 тысяч на месяц гарантию, ну это очень круто, я считаю, как бы смысла нет, лучше там валить эти деньги в ремонт, то ты хотя бы знаешь, что ты свое отремонтировал, ты знаешь, что ты туда поставил. Сколько по времени примерно занимает вот весь этот ремонт? Четыре дня. То есть смотри, первый день, понедельник, машина зашла, сняли коробку, дефектовали, дефектовали, на следующий день запчасти, если мастер успевает, он в этот начинает день ее собирать, если не успевает, то на следующий, а на четвертый день ее собирают, и уже выкатывают к вечеру из бокса. То есть все по-быстрому? Ну вот ориентир, сколько это вообще стоит денег, вот реальная цена. Слушай, ну тут немного нестандартная ситуация по причине того, что мы будем менять конуса, потому что их свернуло. То есть тут мы уже ничего не сделаем, эта чашка оторвана от основания. То есть все, это пойдет под замену. Тут варианты два. Конуса либо новые, которые стоят там... Можно это? Не буду называть сумму денег, сколько они стоят, потому что там просто космические. Ну космические, сколько люди же должны понимать, сколько космос? Ну комплект конусов стоит 105 тысяч. Чисто конусов? Да. Ну вот опять же, альтернатива это б.у. конуса, которые точно так же будут ездить. А б.у. конуса сколько стоит? Что-то там порядка 50 тысяч. Вот. Да. Лента будет новая по-любому, потому что других вариантов нет. Б.у. ставить, ну сам понимаешь, смысла никакого нету, потому что она, там, чуть времени она лопнет, либо там растянется. Лента нового, что-то там 36 или 37 тысяч нового оригинал стоит. Ну и короче, и того, если под... Ну где-то ориентировочно, блин, плюс-минус, то это где-то от 150 до 180 вот конкретно будет ремонт. Опять же, но это из-за того, что нестандартная ситуация, придется менять конуса. А так бы это все гораздо там 110-120 тысяч получится. Когда коробка сломалась, я выложил пост в Телеграме. Многие из вас писали в личку, на почту рекомендации, куда поехать. В том числе, отец сам искал место, где машину ремонтируют, так как к автомобилю он тоже очень хорошо относится. Он любит машину, это его машина. И на этих ребят мы вышли по рекомендациям. В частности, на Александра, как на мастера по ремонту коробок. Есть еще руководитель Антон, сервиса, с которым я вас сейчас просто познакомлю, кратенько. Но вопрос, вот как называется сервис? Я когда у отца спрашиваю, говорит, ну какой это сервис нашел? Он говорит, хороший сервис. Я говорю, ну понятное дело, что он хороший. Называется-то он как? Давай хоть посмотрим, отзывы почитаем. Говорит, он так и называется, хороший сервис. А рекомендацией было порядка 10 разных сервисов по Москве и области. Туда езжай, я там ремонтировался, я там ремонтировался. Ну, а мы отремонтировались вот здесь, в частности, у мастера Александра. Ремонт был, внимание, вот очень важно, более уже двух месяцев назад. Машины эксплуатируются, нареканий и серии через неделю, через две повторный приезд, что-то не так не было. Ну, данный техцентр мы открыли достаточно недавно, то есть мы до этого все время занимались чисто углубленно трансмиссиями. Вот, в воле и случае, так случилось, что у нас теперь еще есть два сервиса, который занимается слесаркой, то есть мы занимаемся ремонтом рейк, ремонтом двигателей, редукторов, раздаточных коробок, ну, многих агрегатов. Единственное, ну, не на всех, скажем, машинах, ну, мы не берем китайцев, отечественный автопром и машины младше 2005 года. На ремонт не берете? На ремонт, да. А вот здесь я нажму стоп. Антону я задавал разные вопросы касательно запчастей. Как часто попадается брак? Были ситуации, когда человек приезжает сам со своими запчастями, он такой, я вот сам куплю, подешевле, вы начинаете их разбирать и понимаете, что привез, хрень полную, там какую-то левочину откровенную. Бывало такое? Ну, такое постоянно, сплошь и рядом. Ну, люди разные бывают, да, кто-то говорит, да, ребят, мне подешевле, ставьте, и я поехал. Кто-то, конечно же, задумывается, мы им предлагаем какие-то варианты, показываем, как отличить и так далее. То есть, там, мастера тоже самое, вот, привозят, допустим, диски тормозные, вот, он сразу показывает, да, то есть, может там, по размеру не совпадать или еще что-то, где-то какие-то должны стоять штрих-коды и так далее. То есть, это, ребята у нас опытные, работают тоже очень давно, они все это видят и все это клиенты мы сразу озвучиваем, чтобы не было потом вопросов, что, почему так вышло. Что с клиентами в целом? Дилеры позакрывались многие, народу становится больше, потому что раньше, изначально, как я понял, ребята вообще просто специализировались на ремонте трансмиссии, а сейчас вот уже пошла сетка автосервисов. В любом случае, я, ну, в качестве благодарности выведу вам на экран номер Антона. Кому вдруг надо, вы можете позвонить и уже сами все вопросы задать. Какие-то ссылки на сайт и призывы делать я не буду. Пожалуйста, обращайтесь. Я лишь одно могу сказать. Вот пальцем показываю в позитивном смысле. Александр, он сделал коробку на нашем автомобиле в этом техцентре. После чего мы, забрав автомобиль, ни разу туда больше не обращались. Вот больше двух месяцев прошло. Поэтому предлагаю сконцентрировать наше общение именно с Сашей. Сань, ну расскажи теперь еще немножко вот своих наблюдений. Смотри, в силу того, что у вас сервис мультибренд, вы обслуживаете абсолютно разные автомобили, и ты 10 лет специализируешься именно на ремонте коробок. Вот сейчас продают в основном новые машины только китайцы. Японцев тоже можно купить, но это совсем уже другие деньги, отдельная история. Народ берет вторичку, владеет своими автомобилями, обслуживают. Вот ты можешь какой-то выделить прям машины из масс-сегмента, у которых коробка ну прям чаще всего приезжают. С кем ты сталкиваешься? Все. Все? Все. От новых BMW, Mercedes заканчивали абсолютно всеми. Toyota приезжают, цветы? Toyota приезжают, все приезжает, ничего нету. Toyota последняя была, это Camry. на 5-ступенчатом автомате, после этого все, закончились машины. Начиная, наверное, года с 10-го. Ну и соответственно приезжают... Camry, Lexus, неважно вообще все, корейцы, все приезжают. С какими пробегами плюс-минус? Camry, но начинают от 100 тысяч. От 100 тысяч? Это 2,5 или 3,5? И та, и та. И та, и та? Да. Ух ты, ребята, как это так, как это? Ну так, это Toyota. Слушай, а причины там какие? Если там машина приходит, она 100, там у всех вообще одинаковая проблема, это корпус разбивает, разлетается все внутри. Там просто каша получается из металла. Поэтому там Toyota это уже все. Это не та машина. Ну и соответственно на сегодняшний день какую-то машину отметить как мега надежную. Ты можешь вот из серии допустить? Ну, наверное, корейцы все-таки еще. Корейцы? Да. Текущие, которые, да, вот идут? Ну, а вот там уже была тоже история у них там... А, ну там с моторами было тоже, задиры там были. Да, моторы у них были плохие, 2,4. Да. А, нет, коробки, ну, корейцы еще пока что. А так лучше на старом ездить, потому что старые они ломаются. Старые, это ты имеешь в виду то, что вот японцы сели до 10-го года? Да нет, вот старые машины там еще, ну, они по сравнению с последними новыми, свежими, они, конечно, понадежнее были сделаны, чем сейчас, которые машины, потому что сейчас вообще шлак вообще такой. Одноразовая? Да. Покатался, 3 года продавая. Да, вот Nissan, тот же Murano, сейчас стоит на ремонте, 40 тысяч пробег. Новый Murano? Да. В труху просто. И который там же еще у них автомат, типа, доработанный. Нет, там вариатор... Нет, я имею в виду вариатор доработанный, что там какую-то цепь они, что ли, поставили? Да, там цепь стоит, но там вообще просто трэш. 40 тысяч там просто, в труху вся коробка. Я просто к чему тебе этот вопрос задаю? В силу того, что сейчас, ну, китайцы все больше и больше становятся, и народ уже начинает вспомнить, вот японцы, вот надежно, а по факту вот. За последние 10 лет все сильно изменилось. Да, все наоборот, качество вниз ушло. На сегодняшний день к вам пока что еще китайские тачки не начали заезжать на ремонт? Ну, почему приезжают? Ну, крайне так, не особо, такого нету, чтобы прям вот они поголовно все стояли в очереди. Ну, я имею в виду именно про коробку? Да, про коробку. Нет такого прям, чтобы они прям ехали, повально нету. Ну, вот я что-то у тебя спрашивал, ты говоришь, на твоей памяти там черед игот 4 как-то заезжал? Да, последний там. Их было там штуки, может, 4, за последние там 3 года. А какая причина там поломки? А там то ли брак, может быть, на заводе был, там отрывало ступицу, и все. То есть, как правило, такого там глобального ничего не было. А бывает, знаешь, что у людей страх такой, серии, что ну, приезжайте, разберем, посмотрим. Вообще, нужно ли, если есть какие-то подозрения на коробку, ее вот снимать, разбирать? Нет, просто надо диагностику сначала сделать. Не надо сразу там из крайности в крайность там все приезжайте, разбирать, не надо так делать. Нужно понять сначала, точно ли это коробка и что это там, снять поддон, посмотреть. То есть, нет стружки, все окей, значит, гидравлика мозги делает. Если там по насосу давлению, то да, тогда уже придется. Но опять же там всяческими путями нужно сначала обходить, а не сразу глобально рубить. Когда люди начинают снимать видеоролики про свои автомобили, самые частые комментарии, да что про него можно рассказать? У тебя пробег 2000, ты поездил на машине полгода, всем доволен, какой это отзыв? Если сделать общий отзыв по автомобилю, я пообщался с отцом, я пообщался с мамой, ведь большую часть времени на машине передвигаются они, вообще говорю, как вам? Здесь, конечно, уже сами решаете, объективен такой отзыв, не объективен, но в целом автомобилем полностью довольны. В силу того, что посадка комфортная, удобная, полный привод, который ни разу не подводил. Ведь на самом деле у Nissan Murano он действительно достойный. Когда-то я смотрел тест-драйвы, изучал, этот автомобиль всегда сравнивает с FX, Infiniti FX. Вот там жалуются на полный привод, а здесь, когда люди тестировали весь модельный ряд Nissan, Qashqai, X-Trail, Murano, Patrol, Murano проявил себя очень хорошо на бездорожье. Мы на бездорожье не выезжаем, но вот по снегу зимой более чем. По всем остальным вопросам, подогрев передних сидений есть, подогрев руля есть, то есть машина в принципе теплая, комфортная, на разное расстояние ездить, то есть пожаловаться сильно на что-либо вот в этом автомобиле пока не можем. Я бы от себя отметил так, что все равно в силу того, что японец, поездив на немцах, понимаю, что хотелось бы, конечно, получше шумоизоляцию, к лакокрасочному покрытию, честно скажу, у нас вопросов вообще нету, потому что вот на машину наносили керамику, если сейчас ее прям намыть, натереть, она вся будет блестеть. Хотя ее ругают. Лакокрасное покрытие у японцев всегда плохое, но в целом ни один элемент здесь не перекрашивался, все машина в родном состоянии. Все остальные косяки это уже допущены нами, поэтому к ним вопросов нету. С технической части, ну вот смотрите, самый основной, главный ремонт, дорогостоящий ремонт это вариатор, а все остальное, что ломалось по автомобилю, ну можно сказать, это расходники. У автомобиля есть болячка с подшипниками по передней части подвески, да и собственно особо прямо чего-то такого дорогого не вспомнить. Все ремонты, которые были, ну скажем так, в рамках допустимой эксплуатации при условии, что автомобиль 10 лет в одних руках и проехал, ну практически четверть миллиона. Вот обратите внимание, нету никаких дисплеев, сейчас уже действительно просто пошли не машины, а какие-то летающие корабли. Здесь дисплей, здесь дисплей, сюда дисплей. Я так подозреваю, что скоро вообще будет вот такая тема, полностью все в дисплеях, зеркал не будет, как это уже сделано на Ауди, будет просто один большой дисплей, ты едешь как в компьютерном корабле, опять сам ты будешь ехать, или у тебя уже машина будет давным-давно управлять самостоятельно путем всеразличных помощников. Здесь же посмотрите, все вот эти кнопочки, такое, знаешь, оно становится уже неким деликатесом, если хотите. Ну посмотри, маленький дисплейчик с навигацией выглядит уже немножко смешно, потому что, если мы посмотрим на сегодняшние телефоны, и вспомним, какие они были раньше, эти малюсенькие, к чему все это пришло, ну, отдельная история. Но что удивительно и примечательно, с точки зрения того, что мы говорим сегодня про надежность, отзыв, на удивление, друзья, практически ничего по машине не скрипит. Вот на сегодняшний день, если проехаться по разбитой дороге, понятное дело, что устала подвеска. И она устала не потому, что она убитая, что-либо нужно менять, нет, ну просто вот, изнашивается автомобиль, то есть ты едешь, и ты чувствуешь, что машине 10 лет. Загнать на подъемник, ну, еще раз, сейчас переместимся на сервис, я ребятам спросил, после ремонта, вы обслужили автомобиль, что вы скажете, какое состояние техническое вы ему там поставите по пятибалльной шкале? По техническому состоянию, что можно сказать, в принципе, для своих лет довольно-таки неплохо сохранился, проблем, ну, с вариатором понятно, у них ресурс такой, а в остальном, по ходовой и так далее, по двигателю, в принципе, я бы сказал, четверочка, такая крепкая четверочка, и в силу того, что, как бы, мы сейчас часто сталкиваемся с Ниссанами нового поколения, 52-е, Мураны, ну, все Ниссаны после 15-16 года, у которых проблема на проблеме и на маленьких пробегах, то есть, люди приезжают уже в сервис не к дилерам, а к нам на пробеге до 100 тысяч километров. А это какие-то именно Мураны или это Мураны, Pathfinder, X-Trail 32-е, Qashqai, последние 11, но Qashqai меньше. Качество отделочных материалов, ну, тут, опять же, делайте выводы, все это можно перешить, это стоит, не дорого, это больше геморрой с точки зрения того, что занимает некое время, машину нужно отогнать, это снимут, то снимут, поменяют, потому что есть услуги различные, что у вас могут руль забрать, поставить другой, вы поездить, забрали, это отдельная история, тут уже решение принимать вам. Оценочная стоимость автомобилю сегодня, я назову такую довольно-таки большую вилку, но тем не менее, миллион-полтора, миллион-полтора, в силу состояния, потому что, например, у этой машины ни одного ДТП нету. Попробую найти сегодня машину честную. У этой машины пробег нескрученный, 240 тысяч, но не 67 тысяч, стояло на подземном паркинге, ездили только за хлебом и так далее. Здесь все по-честному, вот такая картина. Расход у автомобиля реальный, смотрите, 3,5 литра, атмосферник, надежный мотор, надежный, проверенный годами. По городу, если вот именно мы берем только город с учетом трафика, пробок, остановился и так далее, примерно, примерно, вот отец отмечает, говорит, по наблюдениям, 15, а то и 17 литров. Трасса, если едешь прямо в экономичном режиме, никуда не торопишься, соблюдаешь все права, дорожного движения на длительное расстояние, 9-10 литров назвал. В смешанном цикле это будет что-то типа 13-13,5. Хочу сделать акцент, что расход это всегда индивидуально, поэтому те, у кого машина жрет 20 или 12, не надо цепляться к литру. Вот, независимый отзыв. Где вы ездите, как вы ездите, это уже отдельная история. А вот здесь было бы классно увидеть комментарий, да что про нее снимать, ей уже пробег, 250 тысяч, больше 10 лет, место ей на помойке. Нахрен ее. Вот такое обычно и бывает. То маленький пробег, то очень большой, ну и так далее. Друзья, здесь мы подводим итог. Машина не продается, никому мы ее продавать не собираемся, пока что менять мы ее не собираемся, по одной простой причине. Народ голосует рублем. Купить сегодня что? Из нового? Китайцы или японцы, или другие автомобили стоят совсем других денег. Покупать машину на вторичке? Вот об этом мы сейчас поговорим. Чем машина вот эта вообще хороша? Почему ее многие в России любят вообще в целом, японские марки? Потому что они понятны, они проверены. Ты когда звонишь и говоришь, у тебя Nissan Murano, тот и тот сломался. Все уже понимают, о чем идет речь. То есть не возникает вопросов, а как ремонтируют, да мы не знаем. То есть то, чего боятся сейчас с новыми китайцами. Поэтому Александру и Антону за ремонт коробки я говорю огромное спасибо. Смело могу их точно так же рекомендовать, кому надо. Ну, номер телефона я указал на экране. Звоните. Голову нам никто с этой машины не делал. Я их попросил об одном. Протестируйте сами сразу. Покатайтесь, поездите после ремонта, чтобы не пришлось возвращать. Собственно, ключи отдали, машину забрали, все. Больше мы к ним не возвращались. Значит, сейчас у меня будет короткая рекламная пауза, после чего мы перейдем ко второй теме выпуска. Моя личная рекомендация для любого бизнесмена подключиться к телефонии ЮИС. Ведь данный сервис позволит полностью контролировать ваш бизнес через интернет. Записи разговоров помогут вашему менеджеру вспомнить, о чем был разговор, для того, чтобы подготовиться к следующему контакту. А руководитель всегда сможет узнать, почему сделка не состоялась. Онлайн-мониторинг покажет ситуацию в компании в целом и по каждому сотруднику отдельно, что поможет прозрачно, быстро и качественно оптимизировать работу вашего бизнеса. И это только малая часть возможностей. По сути, вы просто меняете оператора связи, при этом получаете огромный функционал. Вы можете перейти к ЮИС как со своим номером, так и приобрести новый, будь то мобильный, региональный или федеральный. 8800 При звонке вашего клиента будет встречать голосовое приветствие, а многоканальное меню поможет распределить звонки на нужных операторов. И вам больше не понадобится иметь кучу номеров на сайте. На одном едином номере сможет работать неограниченное количество человек без привязки к офису. И когда-то все это стоило огромных денег. Но облачные технологии делают данные функции доступными даже самому малому бизнесу. И не зря у ЮИС самая высокая оценка на Яндексе в сегменте. Получите личную консультацию от специалиста ЮИС по ссылке в описании или по QR-коду, который вы видите на экране. По ним же вы получите 1000 рублей на бонусный счет для теста данной платформы. Пользуйтесь на здоровье! Ну и вторая часть, о которой я сегодня хочу поговорить это покупка автомобиля на вторичном рынке. Я без конца вас призываю подписаться на телегу канала для одной простой причины. Вот смотрите, родилась идея создать хороший выпуск, я делаю публикацию, ребята, кто занимается подбором автомобилей с пробегом? Примите участие, дайте развернутый комментарий по существу, что происходит на рынке. Откликнулось два человека, один прислал видео, второй прислал голос, ну в силу того, что ролик большой получается, возьмем за основу человека, который рассказал все на видео. Ссылку на телеграм канала я оставляю в описании в первом закрепленном комментарии, клик-клик, вы подписаны, нажимаете на кнопочку убрать звук, чтобы вас не тревожили уведомления, по возможности зашли, посмотрели, там много всего интересного, поэтому отписаться, как говорится, вы всегда успеете. Переходим. Друзья, всем здравствуйте, меня зовут Вячеслав Житков, я уже давно, более 6 лет занимаюсь профессиональным автоподбором, я прекрасно понимаю, что у нас происходит на рынке автомобилей с пробегом в данный момент, и хочу поделиться с вами кое-какими цифрами и информацией, возможно, она будет вам в чем-то полезна. Что мы наблюдаем в данный момент по рынку автомобилей с пробегом, сейчас у нас есть какое-то такое еле заметное, но задишье, цены при этом не падают, они примерно стабилизировались, хотя бы не так быстро растут, потому что спрос сейчас именно в этот месяц в ноябрь, октябрь не такой был высокий, как, допустим, летние месяцы. У нас, если смотреть статистику цен за последние 8-10 месяцев, если брать, допустим, конец зимы этого года, к текущим ценам у нас прирост по ценам на автомобиле порядка 30-40%, это очень много, это даже выше, чем у меня официальная инфляция у нас в стране. Но если взять вообще стоимость автомобилей, у нас за последние 3 года, за последние 3 года стоимость автомобиля выросла в 2 раза. И на новые, и на бушные. Это факт. На какие-то даже выше. Элементарно тот же самый. Солярис в 2020 году стоил новый на автомате миллион, миллион 100 покупали его люди, сейчас он у нас продается новый, ну или почти как новый за 2, на 200, 2,500. Что мы имеем в итоге? Люди, из-за того, что так сильно выросли цены, ментально еще далеко не все перестроились. И это очень длительный процесс, перестройки на новые цены, когда ты понимал, что еще недавно мог купить себе новый Солярис, а сейчас ты понимаешь, что за миллион 100 ты даже не можешь купить себе 10-летний Солярис, потому что сейчас есть Солярисы, которые продаются дороже заметно миллиона, при этом 10 лет и старше. Вот они реалии нашей жизни. Когда вот эту информацию я услышал, а сначала даже сам не подумал, чего? Забиваю в поиски доски объявлений. Солярис первого поколения 2010-14 год выпускались и ставлю сортировку. Смотрите, первая вылетает. 1.6 Механика миллион триста пятьдесят 2012 года с якобы пробегом 26 тысяч, 29 тысяч. Дальше идет Солярис миллион триста 2014 года пробег 140 тысяч. Как вам такое? Почему так происходит, поговорим маленько позже. То соответственно настроение портится. И физически у нас, если брать статистику доходов населения за последнее время, несмотря на рост цен, у нас нет возросшей покупательской способности у населения, которая позволила бы покрыть эти издержки, связанные с такой высокой инфляцией. В целом картина такая, она не очень радужная, но и где можно найти свои плюсы и минусы. У нас продаются китайские автомобили, они забрали почти там больше половины рынка автомобилей новых и бушных, потихоньку бушные наполняются китайскими автомобилями, но еще далеко не многие хотят их покупать по разным причинам, по субъективным и объективным, но тем не менее процесс идет, когда закончится это вакханалии с ценами, со скачками цен, здесь на самом деле много факторов, но в целом вижу одну большую тенденцию, так как у нас закрыт доступ из-за высокого курса доллара, из-за того, что бренды ушли привычные нам куда-то в небытие, сейчас происходит, а при этом пришел Китай, сейчас приходит перестроечный процесс, процесс трансформации рынка в сторону Китая, поэтому пока мы не перестроимся в данной реальности на китайский рынок, на китайские бренды, цены так и будут расти на те автомобили, образом которых не хватает, корейские, японские, европейские марки. Уходовой бюджет у нас сместился сейчас где-то на уровень до полтора миллиона, понятно, что эти самые горячие бюджеты 500 тысяч рублей, миллион, где сейчас на самом деле крайне сложно что-то найти живое и хорошее, там просто пекло происходит, и цены там как росли, так и бутрости, просто потому, что нет аналогов, у нас нету новых автомобилей, которые продавались без миллиона рублей, а людям нужны эти машины. Тем не менее, то есть, эта вся ситуация приводит к тому, что продавцы автомобилей пользуются данной нестабильностью, данной разболтанностью рынка, пользуются тем, что спрос пока превышает предложение, и соответственно, в этой ситуации на самом деле выгоднее продавать, чем покупать, потому что, если у тебя хороший целый живой автомобиль, на него можно прямо поставить очень даже неплохую стоимость и середину рынка, и верх рынка. Если мы откатимся назад, в три года назад, то у нас, как правило, в основных бюджетах самых ходовых и возрастах автомобилей от трех до десяти лет продавались в основном автомобили понизу рынка, то сейчас мы видим, что хорошие автомобили реально люди готовы покупать и по завышенному цену. Просто потому, что аналогов нет, конкуренции особо нет, наполненности рынка нет. Если привести еще такие цифры, на данный момент если мы забьем параметр Москва плюс 200 километров, уберем китайские марки, именно бушные автомобили, привычные нам европейские, корейские, японские, американские, мы увидим порядка 65 тысяч, 70 может быть автомобилей в продаже, что в два раза меньше привычных объемов, то есть, если взять год назад или два года назад, у нас на нашем рынке этих же автомобилей привычных нам было порядка 120 тысяч, это я говорю только про Москву, плюс 200 километров, то есть, центральный регион, да, сейчас постепенно заполняет эту нишу, эту яму, заполняют китайские автомобили, которые активно продаются новые, и, соответственно, переходит постепенно в разряд бушных автомобилей, но это длительный процесс. мы имеем высокие цены и заоблачные цены на автомобили даже возрастные, но при этом, да, тем не менее, как бы неплохие по состоянию, потому что все равно какие-то ушатанные ведра в печально-плачевном состоянии, они будут стоить, ну, относительно недорогие, даже заметно дешевле, чем реально хороших автомобилей. Получая такой повышенный спрос на автомобили с пробегом, так как у людей возможности образно там бежать за ростом цен, как правило, нет, инфляция у нас в стране выше, чем увеличение дохода населения, спрос постепенно перетекает в более низкие бюджеты, поэтому вот в этих вот бюджетах там входовых там миллион плюс-минус, там просто происходит какое-то пекло и найти что-то живое там крайне маловероятно. Да даже если у вас подходящий бюджет, вы ищете машину там трех-пятилетнюю, как правило, тоже это сложная история, потому что у нас почему-то, не знаю, так сложилось, что крутят пробеги почти везде, огромное процентное соотношение автомобилей, которые со скрученными пробегами, сюда же мы же добавляем автомобили, которые битые, которые восстановлены, которые с ограничением, которые там залоговые, так как у нас сейчас ситуация такая, что людям не хватает денег, истории с внесением автомобиля под залог в кредитную организацию, учащаются те же самые банкротства, то мы получаем такой снежный ком, который в целом уменьшает у нас как у потребителей возможность купить хороший, крепкий и еще доступный автомобиль. Если примерно взять статистику поиска автомобиля, мы можем взять порядка 100 автомобилей, если мы выберем какую-то определенную марку или две модели, мы возьмем в определенном бюджете, допустим, полтора миллиона, нам надо найти, к примеру, паркетник. И посмотрим, из представленных автомобилей, предположим, что будет около 100 вариантов продажи, то дай бог там 1-3% будет тех, которые реально можно для себя купить. То есть, если вы пробиваете в среднем где-то около 100 автомобилей в определенной нише, так скажем, то это будет 1-2-3 может автомобилей хороших. Надо еще найти, их надо еще раскопать. Если мы еще на эти фактические параметры наложим ваши пожелания, там такие, как цвет, выбор по цвету, выбор по комплектации, какие-то еще там вещи, плюс какие-то не совсем важные, такие как партроники, автозапуски, что в принципе не должно влиять на выбор, так как это можно докупить, допоставить. То есть, даже если у вас есть большая сумма денег, 5-10 миллионов рублей, вот это ощущение ошибочно, что сейчас можно пойти и купить очень легко и просто за 1-2 дня. Ну, купить-то можно, но, как правило, это будет какая-то невыгодная история или с какими-то последствиями, так как у нас не до конца пока еще все прозрачно и как хотелось бы, чтобы ты, имея наличные деньги, пошел и приобрел себе то, что тебе нравится просто по фотографии в интернете. Безусловно, на рынке огромное количество мошенников, потому что люди у нас верят в чудеса, что вот ему-то повезло, он позвонил, ему по телефону нормально с ним пообщались, хорошо ответили. Живой пример, человек приводит Мазда, которая стоит по рынку, к примеру, 3 миллиона рублей, а на раз появляется в объявлениях за полтора, а то за два. На миллион, на полтора дешевле. Люди звонят, да-да, машина есть, вот стоит, за границу уезжаю, жизнь, деньги понадобились. Любой ответ, обосновывающий, почему такая низкая цена. И мол, люди уже едут, уже все, все звонят, но, если ты кинешь бронь, копеечку, все, машина будет за тобой. Люди кидают бронь, ведь думают, что им повезло, все, удача, надо хватать ее за хвост. А потом, ку-ку, алло, муму, трубку никто не берет. И так далее. То же самое с серыми дилерами, когда люди из региона находят объявление в Москве, что вот там стоит машина с минимальным пробегом, пробивают ее по отчету, все совпадает, все соответствует, а на самом деле отчет от левого автомобиля, а ты приезжаешь, стоит Жигуль вместо Соляриса. Ну, образно. Короче, обмана огромное количество, поэтому все те, кто захотят сейчас сказать, что да ладно, какую-то вы неправду рассказываете, вот же объявление, прислать ссылку. Но, друзья, все нужно перепроверять. Не просто так вам на это делают акцент. У нас сильно наполнен с рынок американскими автомобилями. В целом, сейчас американские автомобили с пробегом это равно тотал, это равно восстановленная машина, это равно битая машина, это равно утопленная машина. Это 99% автомобилей. То есть, если мы открываем ту же самую Мазду ЦХ5, второй кузов 17-18-19-го года, мы увидим, что у нас там начало рынка заполнено американскими автомобилями с моторами 2,5 литра. Они, как правило, богаты по комплектации, минимальные пробеги. Мы начинаем их пробивать, берете элементарный вин-код, вставляете в любой поисковик и спорите историю по автомобилю. То, как правило, там с ним была какая-то печаль и беда. И потом, когда уже ниже спускаетесь по рынку, когда уже подбираетесь там ближе к 2,7, наверное, миллионах, 2,8, там только начинают появляться уже простые, отечественные, Mazda CX-5 на переднем приводе, простые бы комплектации, но при этом дороже на полмиллиона, чем американские аналоги, но в топовой комплектации. Это тоже такая вот история. Тут надо понимать. Ну, если, конечно, вас устраивает то, что машина утонула, идет в Тихом океане или в Атлантическом, либо она была ударена сильно об стоп, кое-как восстановлена, непонятно где и кем, и вам потом ее надо купить за там 2 миллиона плюс. Ну, еще раз, мошенников и схем на самом деле множество, в целом я придерживаюсь такой стратегии, это как вот наглядный пример, если ты видишь, пусть образом там на вокзале цыган, которые ай-лю-лю-лю-лю-лю-лю поют и заманивают в свои сети, то зачем к ним идти в их сети, когда ты понимаешь, что там тебя обманут, то туда просто не надо идти. Это касается там ну, всех ситуаций, да, если вы видите на доске объявлений либо там где-то в рекламе, что продается где-то там новый Солярис за миллион сто на автомате только сегодня скидка у вас миллион рублей, но не верьте в это, это все развод и мошенническая схема. Таким образом у нас получился как мне кажется хороший душевный выпуск, в котором можно поразмышлять. Я вас всех приглашаю в комментарии, пишите ваше мнение, подпишитесь на канал, если вы этого не сделали, подпишитесь на как думаете, КАО, телеграм-канала, первая ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии. Не добавить, не убавить, друзья, ставьте лайки, ставьте дизлайки, до новых встреч, всем пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok